это мир это антон жарко юга китая наконец-то ноги дошли руки достали из постамата замечательные дуги с 200 это 3 дуги моей коллекции 3 дуги которые я буду снимать вот он еще в коробке но я уже установил иконки в базовом оформлении иконки квадратные а я люблю как в пиксели как чистом андроиде поэтому я сделал это и сейчас пойдем туда и распакуем данного красавца и он очень тяжелый у меня samsung за 4 ультра в руках в одной руке в правой а в левой вот он ты и 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 вот Гера стоит, Гер, не боишься? Данный смартфон мне прислали ребята из компании Дуги, и я хотел бы сразу в начале видео рассказать вам о том, стоит ли его брать или нет. Наверняка у многих есть вопросы, конкретные вопросы, я дам вам конкретные ответы. Ну первое, это цена 200 долларов, на глобальном рынке у нас это где-то 25 тысяч рублей, здесь есть большая емкая батарея на 10 тысяч миллиампер, здесь есть огромный экран 6.72 IPS, не AMOLED, поэтому никакого шима и достаточно надежный просто. А вот здесь уже OLED, и он полосит, шимит, но как бы здесь у нас есть только уведомления, разные виджеты, ничего такого. Южное солнце, и экран, не сказать, что супер яркий. При этом это IPS дисплей, Full HD разрешение, а второй дисплей 1.3 дюйма, это OLED. Это у нас 6.72. Что отвечает? Второй экран маленький, 1.32, и это OLED дисплей. Видите, сейчас он не полосит, нет шима никакого, и красиво достаточно. Смотрите, что на нем можно делать, давайте посмотрим. Тут у нас зарядка, есть уведомления, нет уведомлений, да, нет уведомлений, правьте меня. Это календарь, виджеты. Так, это камера, наверное, да. Музыка. Часы, давайте камеру откроем, посмотрим. Охо-хо, можно смотреть на себя, это прикольно. Назад. Музыка, ну и все по кругу. Вот, видите, две камеры, 1x, 2x, то есть телевик и просто широкоугольная камера, которая вполне себе снимает, и я покажу вам примеры видео. Так, здесь достаточно большой объем оперативной памяти, плюс есть виртуальная оперативка, это 12 либо 20 гигов, то есть вместе получится 32 гига, как будто бы. И 256 встроенная, есть NFC, есть защита IPS, IP, IPS, да, опять, IP68 или 69, и MIL, что-то там, типа военный стандарт, защитен от пыли и влаги, можно топить. Я его топил в море, я его закидывал песком, все нормально, работает, разряжается достаточно долго. Вот сколько сейчас, посмотрим. 76% с выходных, сегодня вторник, снимал видео, я в субботу, вот, нормально все. И здесь достаточно хороший процессор, CPU от компании Mediatek. Mediatek многие боятся, но давно уже не стоит этого делать. Достаточно мощный процесс, соединят, насколько я знаю, 77050, вот так называется CPU. Это примерно средняя версия, что-то типа Qualcomm 7 серии. Фон снаружи, смартфон снаружи, это большой танк, защищенный смартфон, все по классике, как у Дуги, как у других конкурентов. И при этом он не лишен своего индивидуального характера, он такой брутальный, такой весь интересный, куча вставок и металлические, и резиновые. Что можно сказать про комплект? Комплект есть, есть даже дополнительная защитная пленка, есть зарядка, стандартный 33 ватта шнурок, который не выглядит защищенным, могли бы сделать, тоже как-то красиво. Воплетки в Китае не стоят копейки, но возможно контроль качества и попытка удешевления всего, что можно, кроме телефона, это вот следствие. И такая вот ванночка из непонятного. И закрываем, плюс инструкции, SAR сертификат. О! В том, что наш смартфон не облучает вас, и вы луссом не будете, ну может будете, но нет, смартфона, хотя кто же знает. Сверху она, смотри, давай посмотрим, нет ничего. Прям замуровано сбоку у нас разъем для сим-карты, видите как он выглядит. Это гибридный слава, как говорят, то есть две симки, либо сим и одна SD-карточка, кнопка, это как раз у нас есть action button, action кнопка, как на новых айфонах появится. Кнопка включения громкости, такие вот окантовка металлическая, резиновые, такие вот бортики с выступами. Здесь у нас, видите, специальное ушко для ремешка, на которое можно повесить его, то есть, допустим, на ленточку на шею или на штаны, на карабин какой-то. И здесь слот для USB Type-C входа, то есть он закрыт, это хорошо. Это бескомпромиссный, достаточно интересный за свою цену смартфон, несмотря на форм-фактор защищенного смартфона, он теперь не такой средний, он средний, но средний по сравнению с конкурентами достаточно интересный. Интересный и по цене, и по характеристикам, это и вполне вменяемый чип CPU от Mediatek, и достаточное количество оперативной памяти, и 256 втройный, еще можно и флешку докинуть. Вот, это и, в принципе, годные камеры, видео вы видели, примеры видео небольшие. Конечно, ночь, и все, качество покинуло чат, как говорят сейчас тинейджера, да, и такой вот у меня рофл, да. Но, все вполне неплохо, да, Герр, погнали туда, сейчас пойдем туда, погнали, погнали, да, все, я с мальцом гуляю и записываю остатки. Финал видео практически. Вот, внутри вполне годный смартфон с 25 тысяч, вот, то, что можно о нем сказать, и есть какие-то интересные плюшки. Раньше у многих пугало страшное слово Mediatek, это производитель чипов, очень меня потеет, потому что мы пойдем во влажную среду, смотрите. Очень страшно и странно. Вот, здесь же у нас 7050, чип от Mediatek Dimensity. 90% зарядки, вчера было 92, за 12 часов схавалось 2%. 10 тысяч миллиампер батарея, это прям вот очень хорошо, очень много. Вот, смотрите, давайте так. Посмотрим на наш смартфон, выглядит он реально хорошо, об этом я уже говорил. Ну, он толстый, он прям реально толстый, он как два Samsung S4 Ultra друг над другом, но хотя не, поменьше, конечно же. Тем не менее, монструозный. Видите, я ланчер сделал как голый Android, и это хорошо. То есть, каких-то тут, не знаю, китайских закорючек и странных предложений нет. То есть, очень удобно. Вот, интерфейс достаточно быстрый. Вот здесь новости прогружаются, хотя Google здесь не работает в Китае, но вот видите, панель с новостями работает нормально. 4К он пишет нормально, не нагревается. Давайте по камере, вот так я посетил ночное видение. Это что у нас? Ух ты, это настоящее ночное видение. Это не... Это не ночной режим, как я думал, ночное видение. Реально, видео есть и 4К, и Full HD, и 720p. Красота, это бьютификатор. Вот это вот странная штука, потому что для лютых мужиков зачем надо делать красоту, мазать все. Картинка, это просто фото, обычное стандартное фото. Вот 100 мегапикселей, это максимальное разрешение и сенсоры. Ночной режим. Надо, видимо, на штативе фотки, потому что... Длинная выдержка. И вот еще. Тут есть портрет. Гифку он делает, QR-код, замедление, монохром. Про режим, смотрите, что есть. Баланс белого, ISO, экспозиция, фокус. Можно вручную управлять фокусом. Решатор спит, скорость затвора. Вот все. И Google Lens, то есть Google объектив. То же самое, что на пикселях, на Самсунгах есть. И две камеры он нам предлагает. 2Х и 1Х. И тут разное значение. От 1 до 4. Ну, это уже кром. Вот такая камера. Примеры видео и фото я покажу. С горы. Мы вчера их гоняли на гору. Здесь, в Джухае. Есть HDR. Видите, он отключен. Я фотался в автомате, не в ручном режиме. В ручном можно, но... Мой мелкий вчера был конюченый, не хотел. А у вас эти, наверное, еще и какие-то фильтры. Мне кажется. Вот, да, фильтры. Смотрите. Глаз. А, это эффект, а не фильтры. Вот, смотрите. Ну, это как-то на уровне совсем уже искусства. Видите, такое как будто... Манга, да. Как будто рисовка карандашом. Скетч. Это карандаш. Да. Это цветное что-то. Зеркало. Вот, отпечаток. Печать. Ну, тоже прикольно. Ну, побаловаться. И мужики, наверное, таким пользуются не будут. Кстати, раньше у Дуги всегда было приложение. А вот оно и осталось. Набор инструментов. Смотрите. Прииспользовании. Вот есть и шумомер. И настенный уровень. Лупа. Отвес. Звонок тревоги. Шагомер. Зеркало. NFC Car Emulation. Наверное, можно записывать NFC карту, да? Блин, прикольно. Транспортир даже есть. Найти устройство. Ну, в остальном стандартный. Стандартный Android смартфон. Вот. Те функции, которые есть, круто. Google сервисы есть, тоже круто. Русификация полная. Прямо вот, если зайти в меню. Ничего тут такого нет. Видите, удобно. Совершенно круто и удобно. О телефоне. Вот у нас. S200 модель. ПЗУ. Вот, видите. 256. Разрешение экрана Full HD+. Ну, об этом я уже или говорил, или скажу дальше. Объем памяти. Видите, я поставил оперативку таким образом. 12 плюс 12. Можно поставить плюс 20. И будет у вас 32 гига. Вот. ИМЕЙ слот Android 14. Номер сборки последний. И мне обновление не прилетало. Давайте посмотрим. Так. 1 ноября. Видите, обновление 5 июля. Есть уже августовское. Но здесь пока нет. Это же дуги. Это B-эшелон. Но тем не менее, ну, работу над системой. Ну, хотя практически голый Android. Они проделали. Второй экран. Там, смотрите, есть настройки второго экрана. Уровень подсветки можно поставить поменьше или побольше. Вот. Время возврата на главный экран. Шагомер можно настроить. Ну, достаточно удобно и круто. Ребят, смотрите. Наслаждаясь видами китайской улицы, снятыми на Samsung S24 Ultra, я хочу попросить вас подписаться, поставить лайк, посмотреть меня в тележке. Если вам нужен девайс из Китая, пишите мне. Потому что многие из тех, кто у вас на слуку, пользовались либо моими услугами, либо услугами моей супруги, которая является очень крутым скиллом-логистом. Вот. Данный канал я веду просто по фану. По... Для удовольствия, скажем так. Вот. И снимаю тоже для удовольствия. Поэтому не судить строго. Если я был полезен, пишите комментарии, ставьте лайк. Ну, а смартфон реально хорош. То есть, ну, блин, отличный смартфон, как второй смартфон. Если вы охотник, там, художник, блин, охотник, строитель, мужик в тачке, которому не нужно париться, чтобы замарать смартфон, ронить смартфон или залить его водой. Вот. Хорошее устройство. И долгоиграющее. Вот ночное видение. Смотрите, стульчик стоит, совок. Вот. Тут темно. Вот реально просто темно. Работает. Лепота, блин. Настоящее ночное видение. Инфракрасные лампочки, наверное, как-то освещают. Вот видите, вот эту дверь я вообще не вижу просто глазами. И тем более не вижу даже табличку. Вот сейчас не вижу. А здесь можно прочитать.